Молимся и молимся такой, знаете, целенаправленной молитвой. И сегодня тоже мы хотели бы согласиться вместе с вами, здесь с нашими гостями в студии, в Петербурге. И со всеми, кто смотрит нас сейчас, мы хотели бы молиться за тех людей, которые, может быть, находятся в унынии, находятся в подавленном состоянии. Кто-то, может быть, страдает от депрессии. И мы хотим молиться за вас. Мы хотим, чтобы по-настоящему вот эта радость в духе, радость Божья, чтобы она наполнила ваше сердце. И чтобы это стало вашим естественным движением дальше, вашим естественным шагом вперед, шагом, следующим вашим шагом в жизни. И чтобы вы могли, чтобы это стало реальностью, чтобы это было не просто информацией, которую вы много раз, может быть, слышали. И вам говорили, что ну ты должен радоваться, так в Писании написано. Но чтобы это уже было как ваше внутреннее свидетельство, чтобы это уже было не отнять, как говорится. Мы сейчас будем молиться. И я прошу Иван или Татьяна, да, у нас есть целых пять минут, и мы смело можем прямо молиться. Иван, давайте вы начнете, Татьяна продолжит, а я закончу. Да, я хочу сказать, что мне очень приятно быть с Татьяной, потому что я знаю, что в ней очень сильный молитвенный дух. Мы сегодня... Друзья, поднимите свое ожидание от этой молитвы. И действительно, если это коснулось вашего сердца, если вы чувствуете, что вам нужна сверхъестественная помощь прямо сейчас, это то место, то время, когда Бог не только может, но и хочет прикоснуться к вашему сердцу, изменить эти обстоятельства. Я прошу вас протянуть свое сердце вот к этому, к этой молитве, к этому устройству, можно так сказать, к телевизору или компьютеру. Сейчас, потому что иначе наша молитва тщетна, даже Христос не смог помочь своим односельчанам, можно сказать, когда они этого не хотели. Но он не значит, что он этого не хотел. Сегодня Христос, сегодня Бог Отец и Дух Святой. И все мы здесь, вся команда ТБН, мы хотим молиться за вас, мы хотим помочь вам. И мы знаем, что Бог силен это сделать прямо сейчас. Господь, мы поднимаем на руках молитвы тех людей, которые уже не могут сами поднять себя, свой дух, иногда и свое тело, просто уже в депрессии невозможно поднять с кровати или с дивана. Сегодня постковидный синдром поражает миллионы людей, и они думают, что это что-то с ними происходит, какое-то проклятие. Но открой истину этим людям, которые просто сегодня химически страдают после перенесенного заболевания, в этой депрессии, в естественных медицинских последствиях. Открой, что с ними все в порядке. Нет ни того, чего-то, что с ними не так. Просто так получилось, что они заболели, и их накрывает эта медицинская депрессия. Но мы также знаем, Бог, что ты сильнее всех медицинских обстоятельств. По твоей воле отрастают органы, люди воскресают, исцеляются болезни, которые невозможно исцелить в медицине. И также эта постковидная депрессия, она абсолютно подчиняется тебе. И я уверен, что духом твоим мы говорим сегодня, этой депрессии, этому постковидному синдрому, просто уйди из жизни наших братьев и сестер. Уйди из жизни этой женщины, уйди из жизни этого молодого человека, уйди из жизни этого мужчины, этого ребенка во имя Иисуса Христа. Сегодня происходит освобождение по всему лицу земли, потому что нас смотрят сегодня по всему лицу земли. И я прямо вижу в духе, как по всему лицу земли. Бог сегодня освобождает людей от постковидного синдрома. Во имя Иисуса Христа, Господь, я соединяюсь с этой молитвой. Я поднимаю, Господь, свое сердце к престолу благодати вместе с народом, который сейчас молит собой кранов, Господи. Мы верим, Боже, что Ты своим присутствием разгоняешь всякую тьму. Ты просвещаешь всякую тьму. Ты возжигаешь светильники народа Твоего. Ты исцеляешь и освобождаешь и дух, и душу, и тело от всякой немощи, особенно от унылого духа, от депрессии, от суицида, от всякого-всякого пережитого трагизма. Во имя Иисуса Христа пусть идет Твое сверхъестественное утешение, успокоение и восстановление. Прямо сейчас, Господь, прикоснись к каждой душе, кто в безутешном, кто в одиноком состоянии, кто в подавленном. Мы молимся, чтобы пришло исцеление, чтобы пришло восстановление, чтобы пришла Твоя Божественная радость, Твое Божественное утешение, которым только Ты можешь утешить, Господь. Где человек бессилен бывает, где просто нету больше никаких ресурсов, и Ты, Господь, врываешься в эти судьбы. Ты исцеляешь эти души, Ты поднимаешь их дух, Ты укрепляешь их ноги. И все хромлющее, оно поднимается и просветляется, и просвещается от всякой тьмы, от всякой подавленности, от всякого дьявольского контроля. Во имя Иисуса Христа пусть Твой лечебный бальзам, пусть Твой елей радости изливается сейчас на души народа Твоего. Елей радости растекается с головы и по всему состоянию Духа, Души и тела. Во имя Иисуса Христа елей радости, мы просто высвобождаем елей радости, прямо с небес, прямо с небес, елей радости. Идет судьба народа Твоего, идет судьба каждого человека, кто нуждается в этом, Боже, в этом откровении, в этом принятии, в этом восстановлении, в этом исцелении Души Своей, Духа Своего, тела Своего. Во имя Иисуса Христа мы верим и принимаем. Во имя Иисуса Христа, Господь, спасибо Тебе. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, драгоценный Господь. Спасибо за то, что все в Твоих руках. Мы молимся за каждого человека, кто сейчас страдает от депрессии. И мы молимся во имя Иисуса Христа. Пусть этот недуг оставит вас раз и навсегда. Во имя Иисуса Христа. Мы молимся также о том, чтобы мудрость Божья была на вас. Как поступить, какие сделать следующие шаги, где кому обратиться за помощью, что сделать и как выйти из этого состояния. Депрессия не проходит, из нее выходят. И пусть Бог направит ваши шаги, направит ваши стези в сторону просто выхода из этого состояния. Выхода из этого недуга. Выхода из болезни. Во имя Иисуса Христа. Мы благословляем этот ваш путь. Мы благословляем. Просто с этого момента пусть начнут происходить позитивные изменения. Во имя Иисуса Христа. И пусть это радость от просто осознания надежды. Что надежда есть в вашем, в Боге. И Бог с вами. И Он с вами идет этим путем. Вместе с вами. Он не просто ждет вас в конце пути, пока вы пройдете через этот коридор, в котором есть некий свет. Нет, Он идет вместе с вами. Он идет шаг за шагом. И Он хочет, чтобы вы преодолели этот путь. И у вас получится, потому что наш Бог, всемогущий Бог. И Он держит вас за правую руку. И он всегда рядом, во все дни до скончания века. Мы благословляем вас. Во имя Иисуса. Пусть радость Божья станет для вас реальностью. Пусть радость Божья, радость в духе, радость духа пусть будет для вас внутренним, настоящим, вашим свидетельством. Во имя Иисуса Христа. И да будет ему вся слава, честь и хвала. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»